Скрипты мотивации. Что нужно говорить подчиненным, которые не хотят выполнять свои функциональные обязанности? И в общем-то они могут быть и нефункциональными, потому что дедлайн какая-то, ситуация, сложности в 8 часов вечера, выходные. Нужно что-то помочь сделать, или же даже в рабочее время, когда сотрудник произносит слова, я для этого здесь нанимался работать. Или это не входит в мои обязанности, или же еще что, у меня есть другие задачи. И в общем-то, даже если вы шеф, а он подчиненный, он может отказаться. Так вот, выстраивая не я начальник, а ты подчиненный, давай выполняй, вот если без этого, а больше на одном уровне, можно сделать по-другому. Итак, какие скрипты мотивации есть? Скрипты мотивации, слова, тексты, которые позволяют больше влиять на подчиненного. Они следующие. Первый называется комплимент. Итак, доброе слово и кошке приятно. Поэтому, Алексей, у тебя так всегда хорошо получается. Вот ты каждый раз, вот как берешься, сразу хороший результат получается. Выручи меня, вот нужно вот это сделать. Комплимент. Начните с комплимента. Второе. Присоединение. А Алексей отвечает. Да ты знаешь, у меня сегодня просто что-то, я тут неважно себя чувствую, я даже и на работу выйти не смогу. Да и у меня тут прихватило уже вторую неделю со мной, не знаю, чего делать. Вот и насморк вроде пошел, ну выручаю уже как-то, не могу. Присоединяйтесь. Он одно, второе. Да и у меня и тут уехали все, ну уже с малышами посидеть. Да и у меня сын, я не знаю, что-то няня не смогла выйти и сам не знаю, чего делать. Пытаюсь как-то его уложить, пока он спит, уже работу выполнять. Вы присоединяетесь и вместе ноете, вместе со своими насморками, которые есть у него и у вас. Третье. Третье. Лучше всего озвучивать метод, который называется светлое будущее. Светлое будущее. Это вы описываете, вот давай мы вот это вот сделаем и дальше вот обязательно будет другое. Вот тогда я смогу и переговорить, и тогда как раз могу служебку подать. И слушай, мы сейчас выбираем человека, который будет в новогодние праздники встретиться с самим. И я думаю, что у тебя есть все шансы. Светлое будущее. Следующий фактор называется по-человечески. Вот, Леш, я тебя не просто как начальник, я тебя по-человечески прошу, Алексей. Ну надо, есть такое слово надо. Ты уж сам решай. Следующая псевдоимперативность. Алексей, ну здесь вариантов просто нет. Или да, или да. Он такой, не то что выбор без выбора. А тут с одной стороны как бы шутка, или да, или да. А с другой императивность. Следующее, выручай. Вы слышали в моих словах, я периодически это приношу. Алексей, выручай. Без тебя просто никак. Следующий, дедлайн. Дедлайн, когда вы уже скоростью, сроком даете понять, что больше нет времени рассуждать. Алексей, ну нужно уже прямо сейчас. Давай, значит, через 15 минута машина заезжает, берет и дальше едет, и все вопросы решаете. К 8 часам ты будешь уже дома. Итак, хорошо договорились, но просто уже времени нет просто уже обдумывать. Дедлайн. Вы сокращаете время на принятие решения. Следующий раздел, что можно добавить здесь, называется нет барьеров. Вон про Фому, вы про Ерему, но в хорошем контексте. Нет барьеров. Да у меня сейчас, я вот уже за городом, за тобой я машину отправлю. Да я и не успею другие задачи сделать. Я подскажу тебе человеку, он за тебя это выполнит. Да я и... Да ладно, все. Нет барьеров. Он одно, вы другое. Ну и наконец, что еще можно? Вдалбливание. Вдалбливание, это когда вы говорите, говорите, и периодически одну и ту же мысль. Ну все мы заезжаем, хорошо? Да не, мы не смогу. Слушай, там вот тебе нужно ведь не так много сделать. Проговорили, да-да. В 7 часов, если в 7 или в 7.15, как лучше. Вдалбливание, это постоянно в 7, 7, 7, 7, и в результате он согласится. Ну и в конце концов, можно применить метод, он называется вина, когда Алексей, вот послушай, я тебя сколько раз выручал? Ну ты вспомни, ты пришел в компанию, к кому ты первым обратился? Что я сделал? Когда-то меня просил отпуск дать на другие даты. Ну что я сделал? Ну поэтому давай уж как-то по-человечески. Чувство вины тоже может сработать. Это классическая манипуляция, которая может быть эффективна в работе с вашими подчиненными. Итак, выбирайте нужный метод, будь то комплимент, вдалбливание, выручай, вина, по-человечески. Но скрипт должен быть правильным. Если вы эти текстовки будете применять эффективно, то вы будете получать больше результатов от ваших подчиненных, в общем-то, за те же деньги с той же, а может быть даже более высокой эффективностью. Эффективностью.